И так, ну что ж, Ария Рума и маленькие любители покушать у микрофона, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и мы продолжаем проходить такую увлекательную игрушку, как Kerbal Space Program. У нас в прошлой серии осталось еще парочку испытаний, которые мы должны сейчас выполнить. Для этого мы загружаем с вами наш космический аппарат. Как только мы оказываемся на взлетной полосе, мы сразу активируем стояночный тормоз, даем немножко газу, и активируем наш двигатель, для того, чтобы он смог у нас прогреться. Дальше мы активируем метку на карте, в которую, в принципе, должны будем лететь. У нас есть три места, где мы должны, в принципе, собрать температуру. Температурный датчик у нас находится вот здесь вот в отсеке, и мы должны сейчас взлететь и его активировать. Не забываем активировать САС и убираем стояночный тормоз, и летим у нас навстречу нашим приключениям. Все, у нас отрыв от земли произошел. Если бы была возможность убрать шасси, я бы обязательно это сделал. Сейчас я пытаюсь выровнять курс. Экстренная активация аварийного протокола. Первым блинкомом, поэтому мы попробуем сделать все те же самые действия, только еще раз. Мы, по идее, должны измерить температуру на поверхность. Соответственно, мы должны для этого приземлиться. Замечательным образом уже начало у нас отображаться на карте. Это значит, что мы можем здесь вот ехать, не торопясь и не ставя жизнь нашего кирбонавта под угрозу. Так, из зоны гаммы мы собрали. Данные температуры в зоне бета мы тоже собрали. Все замечательно. Мы собрали данные со всех зон, которые у нас только требовалось. Сейчас же мы сохраняемся и пытаемся сейчас достичь точки любопытства катаны. Двигатель у нас активен. Мы убираем стояночный тормоз и пытаемся взлететь в чистом поле. И, в принципе, шансов взлететь у нас не так, чтобы много. Выравниваем курс. Прежде чем начинать полет, мне хотелось бы уточнить маленький нюанс. Побион, ты еще тут? Всегда готова спасти чью-то жизнь. Ты можешь включить мне автопилот самолета? Всегда к вашим услугам, сэр. Включи мне удержание высоты, удержание курса и удержание скорости примерно на нашу точку назначения. Вынуждена вас предупредить. Автопилот находится еще в разработке и возможно сбой. Желаемые настройки выставлены. Мы собираем данные и подготавливаем, по идее, доклад экипажа. Несмотря на то, что наш автопилот немножко чудит, я думаю, что у нас все более-менее хорошо. И мы все равно будем пока лететь на вот эти вот искупления фрилансера. Курс примерно на 140. И включаем наш автопилот. И в надежде на то, что все пойдет у нас по плану. Так, по идее, мы сразу же достигли этой точки. И доклад экипажа. Все, замечательно. Три миссии мы выполнили. И значит, то, что мы можем, по идее, подключать автопилот и заходить на посадку на нашу взлетную полосу. И сейчас, в этот раз, мы попробуем вместо аварийного катапультирования аккуратно приземлить наш взлетный аппарат. Так как автопилот никто сажать у нас не учил, нам сейчас придется сажать наше транспортное средство абсолютно вручную. Можно примерно начинать гасить скорость, заодно включая реверс нашего двигателя. Что позволит нам ее знатно так сократить. Даже она слишком большая получилась у нас на взлете. Но никаких воздушных тормозов на взлет, в принципе, как и остальных. Первый раз зайти на посадку у нас не вышло. Мы выключаем реверс. Чуть-ка забавляем скорость. И заходим на второй круг. Идеальная посадка у нас опять не получилась из-за нехватки всяких научных данных. И в итоге у нас все-таки опять села вот эта вот маленькая наша конструкция. Мы собрали 35 сишков науки за эту миссию. И выполнили самое главное некоторое наше задание. Теперь же всемирное сообщество регистрации рекордов ставит перед нами следующие цели. Выход в открытый космос на орбите Кербина. Также парковка двух космических аппаратов друг рядом с другом. И пересадить также двух кербалят между аппаратами на орбите. Задания, в принципе, изичайшие. Но мы можем столкнуться с гигантскому количеству проблем. Начиная с проблем, которые касаются отсутствия у меня навыков в стыковке в автоматическом режиме. Заканчивая отсутствием у нас в принципе любых стыковочных модулей, которые только у нас открываются с развитием науки. Помимо стыковочных модулей, нам также не мешало бы изучить обычные фотоэлектрические элементы. Чего мы, естественно, сейчас изучить не можем. Из-за того, что у нас банально не хватает науки. С другой стороны, НАСА не просит выполнять стыковку, ладно. Мы возьмем это задание, но я не уверен, что у меня получится выполнить. Если же нет, то придется от него отказываться. Сейчас мне нужно будет построить примерно две одинаковых конструкции, которые будут способны выйти в открытый космос. Примерно как-то так будет выглядеть основная часть нашей ракеты. Это немножко модифицированная версия ракеты Марк-1, которая просто у нас летала раньше, только без научного всякого оборудования. Потому что наша миссия будет заключаться абсолютно в другом. Я поставлю здесь два ретранслятора наших, также поставлю здесь парочку аккумуляторов, в надежде на то, что они помогут сохранить электроэнергию и все у нас не пойдет по одному месту. Я не знаю, как мы будем это делать без банального монотоплива, без банального всего. Основная часть нашей ракеты, четыре твердотопленных двигателя, рассчитана на то, чтобы наша ракета вышла за пределы атмосферы. Вертлявый двигатель, который у нас имеется, рассчитан на то, чтобы мы вышли на орбиту. И это тут. К вашим услугам. Ты можешь мне помочь с выходом на орбиту? К сожалению, для этого маловато данных, но разработка автопилота в процессе. Ладно. Значит, опять-таки мы будем это все делать вручную. И пуск нашей ракеты. Киды у нас хватит на 127 дней. Нашему кербонавту это очень даже много, возможно, будет. Но лучше перевзеть, чем обосраться, правильно? Отстыковка твердотопленных ускорителей. Антенна здесь я повесил для того, чтобы проверить связь с Кервином, будет ли она у нас вообще, и как она у нас будет здесь работать. На этот раз наши технологии позволяют использовать планировщик маневров и выход на орбиту благодаря маневру. Топливо у нас полностью закончилось, и мы отстыковываем нашу основную ступень. И мы сейчас используем только наш маленький двигатель. Наш апоцентр 113 и перецентр 94. И у нас осталось еще 1200 дельта В для маневров различных. Замечательно. И мы сейчас отправляемся в наш космический центр для того, чтобы запустить еще одну ракету, еще один космический аппарат, который будет сближаться с этим космическим аппаратом, который в данный момент находится на орбите. Все, мы вышли, получается замечательным образом на орбиту. Я наш апоцентр хочу поднять сейчас примерно до 500, возможно до 300 примерно. Для того, чтобы мы имели большую скорость, нежели пролетающего здесь вот наша ракета, и мы могли ее тем самым догонять и, возможно, пересечься с ней в какой-то точке. Испантовая это, короче, тема. Нет, сближаться это абсолютно не мое, и не выполню эту мечу вообще ни при каких условиях, даже не заставляйте. Я с помощью искусственного интеллекта, я не умею это делать. Я попытался тут, около часа здесь провел, пытался исправить как-то орбиты, нет, извольте. Мы сходим сейчас, получается, нашими космическими аппаратами с орбиты и надеемся на чудо. Возвращаем, получается, второй наш космический аппарат, который смогли вернуть с орбитами. И у нас есть плохие новости. Мы ничего путного из этих миссий не принесли и только потратили наши финансы. Отменить, к сожалению, мы этот контракт никаким образом не можем, так как и выполнить его, потому что я банально слишком рукожопа для выполнения подобного рода контрактов. А вот на самом деле туризм космический звучит уж более радужней, нежели те задания. Двое туристов хотят просто выйти в космический полет. То есть они просто хотят выйти за пределы атмосферы. И это вообще, на самом деле, сделать нетрудно и реально. В принципе, ракета ничуть не изменилась у нас. Такая же, как и была, так и осталась. Включение того, что здесь у нас теперь есть два места под наших туристов. Мы очень замечательным образом выполняем нашу миссию. Получается, отстыкуем мы с вами нашу водящую часть с веганским количеством топлива, которое там осталось. И продолжаем лететь против движения, в надежде на то, что мы сядем где-то в открытом море. Ну и наш приземление произошло замечательным образом успешно, пускай и не с первого раза. Получили какие-то крохи науки, но самое главное, мы выполнили миссию с нашими туристами. Одна из следующих миссий это передача или возвращение научных данных с Кербина. Звучит очень просто, и мы, пожалуй, воспользуемся Марком 1, только немножко модифицируем его в наушную версию. Примерно как-то так будет выглядеть модифицированная версия нашей ракеты. Тоже, теперь даем зеленый сигнал на старт. Сейчас, по идее, мы на орбите Кербина. Правда, не на самой солнечной ее стороне. Мы пытаемся собрать те крохи научных данных, которые мы можем здесь сделать. И последнее, что я хотел бы сделать, и которые данные я могу собрать, это данные из открытого космоса. Мы выходим нашим пилотом. В скафандре, все как положено. Активируем наш РСУ и наш реактивный ранец, и мы первый кербаленок, который побывал в открытом космосе. К сожалению, из-за инженерных просчетов у нас осталось очень мало топлива. А именно 56 дельта В, и мы сейчас будем пытаться из этого выжить максимально много. Поэтому мы сейчас будем пытаться газонуть в максимальной точке. У нас это замечательным образом вышло. К сожалению, нет у нас нормальных тормозящих парашютов, которые мы могли бы затормозить в атмосфере. Но мы сейчас просто будем неконтролируемо падать. Скорость у нас перестает расти, а это значит, что пора открывать парашют. Чего у нас не сорвало ветром. А значит, что наш джеб с большой вероятностью выживет. И наша самоубийственная практическая миссия прошла успешно. Мы собираем 79 очков науки за эту миссию, что достаточно является большим числом. Но для нас, к сожалению, это будет маловато. На очки науки, которые у нас сейчас имеются, мы можем лишь изучить немножко электроники. И изучить часть моих джеба, которая будем надеяться, что поможет нам в будущем. Ну а уже что-то пытаться делать и куда-то потом высаживаться, пытаться стыковаться на орбите, я думаю, мы уже будем в следующей серии. Ну а в планах у нас будет попытаться покорить луну. Ну а на этом все. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был, как всегда, ваш покорный слогам Амору. И я не прощаюсь. Продолжение следует...